Здравствуйте, меня зовут Жданова Анна, я психоаналитик, веду свою частную практику и сегодня здесь разбираю фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Что касается этого фильма, очень его полюбила именно как материал для разбора. Я не устану говорить, прям, наверное, буду еще не раз повторяться, что я очень не хочу быть спекулятивной. Я очень не хочу брать в разбор материал, который не предназначен для этого разбора и в котором нету тех смыслов. Ну, во всяком случае, создатели не наделили этот материал вот этим символизмом и не вкладывали эти смыслы. И вот выискивать, цепляться за какие-то нюансы, пытаться персонажей, которые прописаны для чего-то другого, то есть в любом случае у фильма есть какая-то основная идея, и у любого материала есть какая-то основная идея, которую закладывал туда автор. И персонаж, который написан для обслуживания этой идеи, пытаться выискать в нем что-то другое по каким-то остаточным следам, по каким-то вот чему-то, что напоминает где-то в чем-то реальность. Но это, конечно, можно. Конечно, все равно это плод человеческого сознания, и в любой материал там можно что-то найти. Как-то он будет похож на реальную жизнь, поэтому что-то из него можно извлечь. Но мне абсолютно не хочется вот так спекулировать, и я очень радуюсь, когда чувствую и прямо я уверена, что создавался этот фильм не просто так, и создавался он именно с какими-то аналитическими смыслами. Но, может быть, автор и не подозревал, что это аналитические смыслы. Он вкладывал какие-то свои идеи, которые просто вот о том, как устроен мир, какие проблемы психологические встречаются, экзистенциальные вопросы, какие встают перед человеком. Все это является на самом деле как раз аналитическими темами. И мне очень радостно, когда весь сценарий и весь сюжет будто бы выстроен вот этими символами и этими смыслами. И касательно сегодняшнего фильма у меня нету даже ощущения, что я буду очень глубоко копать, что мне пришлось как-то очень сильно погружаться и что-то выискивать, внюхивать, высматривать. Иногда мне кажется, что я просто называю то, что прям вот очень близко к поверхности. Если не на поверхности, то ну очень близко. Очень символичный фильм, очень интересный. Поэтому давайте приступать. Эй! Уолтер, это вы? Я. И историю Уолтера Митти, она начинается традиционной такой мелодраматической закваской. Неуверенный в себе, скромный, живущий в какой-то своей серой такой рутинной жизнью обыденной, который боится каких-то поступков, любых конфликтов он избегает и вообще живет в таком фантазийном мире, не решается жить. Не решается на какие-то яркие эмоции, яркие переживания. Вот спрятался где-то в своей коморке и живет. Вот и здорово. С этой идеей, в принципе, можно фильм посмотреть, и все будет тоже... Ничего не вызовет отторжения, скажем, да? Ничего эту идею не разобьет. Да, на первый взгляд, можно сказать, его проблема в том, что он в реальности не укоренен. Но с другой стороны, он работает в журнале Life. Причем он работает именно с живыми фотографиями. Это такая реальная ручная работа. История сюжета в том, что журнал делают жизнью онлайн. Реальную жизнь делают жизнью онлайн. И ведь он никак туда не вписывается. Да, он есть на сайте знакомств. Для того, чтобы познакомиться с реальной женщиной, которая ему понравилась, с какой-то конкретной реальной женщиной, с его работы. Он не ищет любви в онлайн-пространстве. То же самое происходит с тем, что у него есть профиль на Facebook. Он, да, есть. Но мы это узнаем только тогда, когда люди вокруг него спрашивают, а ты есть на Facebook? А ты в Facebook есть? Да, найдешь. А что вот это такое? Очень яркая история с Тоддом. Тодд – онлайн-знакомство. То есть это тот человек, который обслуживает вот этот сайт знакомств и связывается с главным героем именно по причине того, чтобы помочь ему получше составить анкету. То есть получше присоединиться к онлайн-сообществу, быть более там эффективным, лучше себя там представить и как-то зажить вот этой онлайн-жизнью, нереальной жизнью. И ведь Уолтер, именно он переводит его в реальность. Вас кто-нибудь знает в Лос-Анджелесе? Никто. Что, ни знакомых, ни друзей? Ни одного гражданина Соединенных Штатов, кто подтвердит, что вы Уолтер Митти? Это же очень интересно. Это много говорит о человеке, что он помнит сотрудника сайта онлайн-знакомств, которого ни разу в жизни не видел, который просто ему звонит. Но он помнит, что это реальный человек. Он его воспринимает именно так. Проблема Уолтера Митти совсем не в том, что он не укоренен в реальности. Он укоренен в ней еще как. С чего нам начинают его показывать? Он ведет счета. Он хорошо считает деньги, он просчитывает бюджет. Залог за мамину квартиру, вступительный взнос, служба знакомств, штраф за сестру не исполнил у двух присяжных, хранение рояля. Он начальник в своем журнале. То есть он дослужился, он работает практически руками. Он выдерживает вот эту нагрузку обеспечивать свою семью, и маму, и сестру. И он-то как раз-таки сестре напоминает, да, обо всем заботится, что надо маме помочь с приездом. Он все дела помнит. То есть он наоборот очень, хочется сказать, очень реальный чувак. Он прям молодец. Он тащит эту рутину на себе, и ни в чем из этого он неплох. Он везде это выдерживает. Мы знаем, что, например, когда теряется этот снимок, он очень ответственно к этому подходит. Он проговаривает, что за все те годы, что он работает в этом журнале, он никогда ничего не терял. настолько хорошо он обращается с реальностью. То есть он как раз-таки обеими ногами стоит на земле. И фантазии, которые возникают у него, моменты, в которых он вдруг раз и выпадает из этой реальности, они случаются только конкретно в определенных ситуациях социального взаимодействия. Я бы даже сказала так. Пока что просто оставим эту мысль здесь и пойдем дальше. Самое время подумать как раз о его семье. Вот здесь начинается яркий символизм. И то, что меня, скажем так, не отпускало после просмотра, тот момент, в котором я поняла все. Вот это мое. Это мой материал. Это для меня. Он живет с двумя женщинами. С мамой и сестрой. И нам ярко показывают это. Есть такой говорящий символ. Мне очень нравится, что их так много. Это рояль. Рояль, который создает очень много проблем. И его невозможно так просто погрузить. То они его выгружают, то они его загружают, его куда-то поднимают, его как-то спускают. Вокруг этого вообще строится история, где им жить. Шли кто я вам, царица Савская? Будет где рояль поставить, а пока две недели поживешь у меня. Уолтер сам проговаривает, причем с такой обидой, когда ему говорят, что может быть отказаться от рояля в такие маленькие квартиры, такие рояли не завозят. На что он очень сердцем отвечает. Сюда лучше въезжать продав, крупногабаритные воспоминания. Мой отец подарил ей эту вещь после свадьбы. Вы понимаете? Насколько Уолтер погружен в психическую реальность матери. Насколько он резонирует с тем, что дорого ей. Ведь это ее история. Ее история с отцом. Ей отец подарил этот рояль. Это не его история. Но он полностью как будто бы идентифицируется с ней, сливается с ней. И прямо чувствует все то же самое, что она ко всем вот этим вещам. Он даже не задумывается о том, что это действительно что-то слишком громоздкое и очень усложняет все процессы. Он погружен. Он помнит, какие там у сестры, у матери дела. Он живет ими. Он считает расходы, как раз потому, что это что-то, на что должны прожить все. То есть он обеспечивает интересы всех. И нам дальше, в процессе повествования, объясняют, что отец Уолтера умер. Глянь, что я нашла. Ты с ним хотел всю Европу объехать. Автостопом. Но потом папа умер. Так и не вышло. По всей видимости, это был действительно какой-то очень хороший отец, который сыном разделял хобби, который пытался его чему-то научить. И он был для него примером. И в какой-то момент вот так вот его не стало. И нам практически в открытую говорят, что Уолтер после этого сильно изменился, пошел работать. И что из этого вытекает? Ну, прям само напрашивается. Вот он стал заместителем отца. Семья — это так или иначе система. И вот в этой системе одна часть выпала, и кто-то был вынужден пожертвовать вот собой и своей личной историей ради систему, чтобы ее сбалансировать, чтобы ее сохранить. И Уолтер принял на себя эту роль. И он очень хорош. Он в ней укоренился. Он в нее врос. Он прям надел на себя эту униформу временно исполняющего, но получается такого заместителя. И он стал работать. Вот еще один символ, который несколько раз появляется в фильме. Такой очень говорящий. И нам, кстати, мама, она прям, его мать, она прям раскрывает эти символы. Она прям подсказывает, что вот символы прочтите. Устроился работать в Папу Джонс. А помнишь, ты пошел работать в пиццерию после папиной смерти? Еще там название такое было на тему отцов и детей. Папа Джонс, да. Убираем. Работать устроился папой Джонсом. Он устроился работать папой. И как встал в эту упряжку, так он им и работает. И это бремя, вот этот громоздкий, тяжелый рояль, который никуда не впихнуть. Это вот это бремя родительской роли, роли отца, которую он очень отчаянно, изо всех сил, как может, он ее исполняет. Очень преданно. Ну и это еще не определяет, не раскрывает полностью, вернее, главный ключевой конфликт персонажа. Здесь скорее вопрос о том, как психика ребенка, когда-то ребенка, ну сейчас уже взрослого, да, обходится с потерей отца. Или, ну даже не всегда обязательно потери, в этом сюжете потери. Как с этой фигурой отца получается психике ребенка обойтись? Что это был за отец? Вот такой прекрасный, включающий, да, в свою жизнь и при этом имеющий множество хобби, да, то есть он ставил сыну и ракет, да, ему это самому было интересно. Вот они прям в объединении таком были, такая идиллия, о которой многим приходится только мечтать, о таком внимании отца, да, и каком-то таком единении в мужское братство, хочется сказать. Он подключал, да, сына к своим каким-то интересам. Он сам был путешественником и завещал это сыну. Это что? Дневник путешественника, папин подарок. Папа такой большой и сильный, и он все знает, и ему все интересно, он все может объяснить, показать. То есть это что-то грандиозное, всемогущее, такой, получается, сплав, еще и, да, такой путешественник, жизнелюб. То есть это сплав просто вот физически, даже большого папы, доброго, и при этом вот он все знает, да, всемогущий супергерой, папа-путешественник. И вот, кстати, здесь хочется спросить, а никого ли вам не напоминает этот образ? Героя-путешественника. Нету ли в этом сюжете, в этой истории какого-то очень похожего, прямо вот в точку попадающего персонажа? Конечно, есть, раз я спрашиваю, да. Конечно, это персонаж фотографа, Шона. Преклонясь, человечище. На мой взгляд, большая часть сюжета отдана как раз поиску Шона. Вот он непосредственно ищет этого фотографа. Причем, ну, на мой взгляд, не совсем понятно зачем. Ну, то есть это странная логика. Что будет, если его найти? Зачем его так отчаянно искать? Он как-то передал снимок, снимок не дошел. Очень маловероятно, что он просто ошибся, и во всех этих путешествиях носит этот снимок с собой. Он либо его где-то оставил, либо он вообще этот снимок просто потерялся. Ну, то есть это очень слабая мотивация, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд. Это такая очень поверхностная мотивация, что ему нужен этот Шон просто, чтобы найти искомую фотографию. Вся история в поиске Шона. Вся история в поиске отца. Той самой фигуры, грандиозный, всемогущий, еще и путешественник. Ну, то есть идеально работает этот персонаж для того, чтобы вот возрождать в главном герое перенос, то, что мы называем, проекцию. То есть он ищет своего отца. И вот в этом, в этой фигуре она идеально подходит для того, чтобы на нее спроецировать отца, в ней почувствовать отца и очень захотеть с ней соединиться. Нам даже показывают его фантазии, насколько он мечтает, что это его отец, что этот Шон с фотографией подзывает его к себе. «Иди ко мне». То есть он очень надеется, он действительно считывает это как какой-то призыв. И вот за этой иллюзией, за этой фантазией он готов бежать куда-то на край света, рисковать жизнью, только потому, что вот в надежде, вот в каком-то вот этом отблеске, да, где-то вот в конце, что есть какой-то свет, и может быть это оно. Он бежит к своему отцу. Зачем? Затем, чтобы соединиться с этой утраченной, грандиозной, идеальной фигурой, с этой всемогущей фигурой, да, такой божественной, как скала, мощной, затмевающей всё вокруг. Затем, чтобы от него как-то перенять, научиться, как это быть таким, как это быть таким мощным, таким сильным, таким настоящим мужчиной, для того, чтобы почувствовать, что это быть настоящим мужчиной. Ключевой конфликт персонажа в том, что он является исполняющим обязанности, замещающим. Он не получил разрешения, что ли. Он не смог до конца, не успел до конца идентифицироваться. И эта фигура, да, которая его покинула, отец, который умер, он остаётся чем-то вот таким, идеализированным. Особенно, если мы вспомним, да, здесь, ну, это просто не редкость, когда такое происходит, потому что есть же очень много поддерживающих вот такую, такое положение вещей, традиций, как не говорить плохо о покойнике, да, и вот изгонять эти мысли, что вот человек, если умер, он уже что-то вот нереальное. И его образ действительно становится каким-то особенно оторванным от реальности, каким-то однобоким. И вполне это может быть образ такой идеализированный, какой-то совершенный. И тогда вот как с таким совершенством, как с таким Богом можно идентифицироваться, когда я реальный человек? Как мне быть мужчиной? Вот он, он настоящий мужчина. Никто с ним не сравнится. Он всегда будет сильнее, всегда будет главнее, и всегда его тень будет падать на меня. Он всегда мне будет показывать, что я-то не настоящий. Я не обладаю ничем таким. Я не смею даже голову поднять и прошептать, что я настоящий мужчина, потому что вот он, он настоящий мужчина. Божественное, божественное это существо. Если вернуться к сюжету, там было две части, да, его путешествия. Он так неожиданно, опять же, такой нетипичный, нетрадиционный сюжет, да, непланомерный. Он то, значит, бежит за фотографом Шоном, то вдруг он возвращается. Почему-то. И там классно, на самом деле, очень символично показано, почему. Когда он принимает решение вернуться. Когда он оказывается в ресторане, давно забытом прошлом, ну, хотя на самом деле не так уж забытом, в Папе Джонси. То есть он как будто бы вот там бежал куда-то за своей мужественностью, да, вот к отцу. И тут вдруг раз, и с земли, да, из реальности вот такой привет, что ты вообще-то должен обслуживать семью свою, своих женщин. Он оказывается в этом ресторане, да, снова в роли вот этого Папы, именно такой ролевой модели, именно как раз для семьи, да, Папы как того, кто обеспечивает жизнь семьи. И начинает снова там считать что-то в своем блокнотике. Вот она, паспорт, оплата визы, авиабилет в Гренландию, прокат машины в науке. И обратно, вот туда, все, куда это я захотела, на какие-то горы, в какие-то небеса, за каким-то таким Папой я себе этого разрешить не могу. У меня есть вот реальная роль моя, мое предназначение, служение моей семьи такое. Из реальности привет. Давайте здесь сейчас расскажу про фантазии, как я их понимаю. Как раз сам факт фантазирования является симптомом проблемы. Не самой проблемой, а ее симптомом. Когда-то в каких-то ситуациях вот этого самого социального взаимодействия у него появляется чувство, что он с чем-то сам справиться не может. Он просто не может себя предъявить как мужчину. Он не может себя предъявить как соперника мужчину для какого-то чальника, еще кого-то, с ним законкурировать, с ним проявить агрессию. Он не может себя проявить как мужчину-любовника для женщины, которая ему нравится. И эти фантазии, это про такой вызов высших сил, вот этого отца. Вот бы мне быть таким, как отец. Он себя представляет в форме каких-то, либо у него какие-то супергеройские способности, либо он какой-то, опять же, отчаянный путешественник, который выходит, да, с мороза весь такой, брутальный, заросший. То есть это, вот бы мне быть как папа, вот тогда, тогда бы получилось, тогда бы я имел право ответить. Тогда бы, то есть это такой фантазия вот о тех суперспособностях, которые есть вот у этого идеализированного отца. Только в этом случае он может называться настоящим человеком, настоящим мужчиной. Ну и если стараться уже подходить к завершению, да, сюжета и к выводу, что происходит, можно понимать фильм как обряд инициации. То есть, ну, он прошел, да, он сам не заметил в поисках этого отца, как он рисковал жизнью и становился тем самым, он становился похожим действительно на какой-то, как кажется, образ, да, вот этого отца. Он тем самым прошел обряд инициации, сам вот того не заметив. Но это если мы согласимся все-таки с Уолтером на стартовой позиции, что у него чего-то не было. И тогда ему нужно было пройти какой-то обряд. Но, как мне кажется, еще один очень важный ключевой символ в фильме, который есть, это та самая потерянная фотография, чего-то не достает, из-за чего вся заварушка-то и случается. Вот история того, что происходило с этой фотографией, вот ее сюжета, показывает нам, что Уолтер ошибочно считал, что у него чего-то нет. Оно всегда было у него. Тогда смысл путешествия, ну, ничего. На самом деле, конечно, чего. Смысл путешествия вот в этой самой сцене встречи с Шоном. Ух ты, такая... Я же... Эй, приятель. Ну, как же? Ведь так все хорошо шло. Не мешай. Такая анкета... Работаю. Я, наверное, в жизни лучше не читал. Нет, удалим... Очень необычное, очень реалистичное. Никакого бога там не сидело. Там сидел обычный, простой мужик, с которым даже какой-то очень реалистичный такой диалог. Даже там они успевают друг на друга какие-то претензии друг другу высказать, обидеться, да. тот очень важно вот с точки зрения психоанализа это очень важно признать свою ошибку. Ну, то есть он ему показывает ну да, вот я человек, я ошибся, не надо было побережнее с этой фотографией. Конечно. Ну, и ты тоже, знаешь, дружок, меня обидел, взял и выкинул. Скажи, если уместен вопрос, что с кошельком-то? Выкинул. Обидно слушать. Очень реальная сцена. Она, вот согласитесь, по ощущениям, это должны были быть какие-то фанфары, он должен был быть подсвечен, появиться как-то героически. А он вот так вот обычно как-то появляется. Никак. И в этом сильнейший посыл этой сцены и сильнейшие эмоции от того, что как-то неожиданно очень все просто и буднично. Потому что это и есть жизнь. Вот так она и выглядит. Без фанфар, без музыки на заднем плане. И фотография в этом смысле показывает то, как Уолтер сам относится к своей жизни. Тут вообще вот эта фотография, это такой комок смыслов, на ней все закручивается. Потому что мы с вами знаем, что на фотографии изображен сам Уолтер. Причем Уолтер в его обычной, рутинной работе. В этой форме, в этой рубашке с короткими рукавами. Вот в этом костюмчике, который делает какую-то вот свою рутинную работу. И это то, что Уолтер искал разрешение на то, чтобы быть каким-то настоящим. То есть зажить таки свою жизнь, жизнь мужчины. И то, что у него на самом деле так всегда было. Просто он взял и выкинул, он обесценил. Вот из-за грандиозности вот этой идеализированной, далекой какой-то фантазийной фигуры он обесценил свою реальную жизнь и обесценил то, что он мужчина. Но это все было и так с ним. И происходит два важных момента. С одной стороны, он встречает этого фотографа, и фотограф, такой символический отец, он ему разрешает, он ему показывает. Даже вот эта фотография и есть разрешение. «Я признаю тебя, что ты и то, что ты делаешь, это очень ценно. Ты центр. Ты центр этого журнала». То есть он же эту фотографию называет «квинтэссенция жизни». И он признает, что он ему говорит, что не обязательно быть каким-то отважным путешественником и совершать какие-то подвиги. Да это вообще на самом деле очень спорно, зачем это нужно и кому и когда это нужно, эти подвиги, во имя чего. Ценен каждый тот, кто делает свою работу хорошо, тот, кто увлечен своим делом. И Уолтер действительно, он заслуживает не меньше уважения, чем вот этот самый отчаянный фотограф, путешественник. И он ему это показывает. «Я тебя уважаю, тебе не надо тут размахивать ничем». Сами понимаете, чем. Ты и так, мужчина, ты и так живешь, с тобой все нормально, и мама, которая сохраняет этот кошелек, да, и как будто бы понимает, что это за символ. Она ему говорит, да выбросить ты и так всегда успеешь. Зачем? В ведре был, решила еще успеем выбросить. И здесь вот накладываются эти смыслы. И про признание профессиональной деятельности, да, не надо искать себя в подвигах еще где-то, если ты можешь просто классно делать фотографии, это тоже офигительно. Это тоже подвиг. Это тоже, это в чем-то даже более социально полезное действие, чем вот эти подвиги одинокие в горах, да. Ну, это уже так, дискутабельный вопрос. Но, тем не менее, это признание. Это и признание мужской составляющей, да, это такой диалог отца с сыном и закрытие, завершение того самого паттерна, вот, с погибшим, ушедшим отцом, да. Это получение разрешения на идентификацию с ним и на признание себя мужчиной, не заместителем, а мужчиной. И здесь же история про то, что жизнь, она вот она. Это не то, что какие-то фантазии, вот там заживу, да, вот здесь заживу, сейчас заработаю, заживу, сейчас вот, не знаю, выучусь там, ну, еще что-то там, добьюсь чего-то или уеду в какую-нибудь другую страну, там заживу. Жизнь вот она идет. Вот в этой рутине, в будничной, вот здесь жизнь. И еще одно интересное, мое такое уже аналитическое допущение, которое вот только что пришло, озарило мою голову, история о жизни и смерти. Вот прям, если так максимально экзистенциально ставить вопросы, то сложно не обратить внимание на том, что здесь стоит такой конфликт, такое противоречие, да, то есть есть умерший отец. Почему еще с ним может быть, ну, не сложно, а здесь уже страшно идентифицироваться, потому что какой бы прекрасной, грандиозной эта фигура не была, он умерший, да, то есть его забрало что-то. И если быть таким же классным, сильным, отважным, то вот тебе пример, что с такими происходит. Если быть настоящим мужчиной, да, то есть не бояться предъявить себя как мужчина, то тебя могут, ну, ты можешь умереть, тебя могут убить, это очень опасно. И вот это путешествие, где он очень рискует собой, да, и там успевает с акулой побороться, в холодной воде, да, побыть там, слетать с пьяным летчиком, вулкан, да, вот это всё, это всё на грани жизни и смерти. Победив, что ли, этот страх, он может вернуться к своей обычной жизни и вот признать, что всё, вот я победил смерть, я буду жить, я теперь буду реальным. Ну, это так вот, такие мои ещё не совсем причесанные мысли, которые вот сейчас здесь пришли, но как будто бы вот это тоже здесь есть, да, хождение вот на грани, вот это жизнь, смерть, журнал жизнь, он рискует собой, отец умер, вот это противопоставление здесь есть, может быть, ещё во что-то это у меня разовьётся и я где-нибудь там в пост, может быть, напишу ещё что-то, если ещё какая-то картинка, да, сложится, вот, ну и буду рада, если вы напишите свои версии, может быть, сейчас это тоже у вас как-то отозвалось и у вас есть какое-то продолжение этой интерпретации, ну у меня на этом всё, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, очень классный фильм, будет ещё много классных фильмов и впереди у нас череда фильмов про отцов, закончится эта череда самым главным фильмом про отцов и сыновей, но не в смысле, что он самый, это самый очевидный его смысл, просто это будет новогодний фильм, следующие три фильма я уже у себя в постах в социальных сетях ВКонтакте, например, я уже анонсировала, ну ещё пропишу отдельно, спасибо, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok